МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы не получили ничего. Бедные жители даже в этом году не приняли бюджет. В том году приняли поздно, не успели ничего реализовать. Глава поселения приняла решение, позволяющее проводить совет депутатов в любой точке района. Возможностью немедленно воспользовались, назначив для чего-то очередную сессию в Одинцовской штаб-квартире КПРФ. То, что мы находимся здесь, это вообще полнейшее безобразие. Потому что у совета депутатов существует юридический адрес. И, конечно, можно назначать сессию где угодно, но прежде всего это говорит о неуважении к людям. По ходу развития событий выяснилось, что в местном отделении КПРФ совета депутатов не будет. Место сессии перенесли в соседний подъезд. Актив поселения, решительно настроенный заставить таки своего главу принять бюджет, выдвинулся туда. Это так относится к избирателям. А еще говорят, голосуйте за КПРФ. Голосуйте, будете потом так же бегать. Обе стороны были настроены решительно, но ни к какому результату это не привело. Сессия и, соответственно, принятие бюджета Барвихи вновь были сорваны. За ходом эмоциональных премий с грустью наблюдал глава администрации поселения Герман Потопчук. Непринятый бюджет означает срыв дальнейшего развития всей Барвихи. Мы подготовили бюджет в конце прошлого года и провели все необходимые процедуры по его проверке и согласованию. Бюджет был представлен главе, но до сегодняшнего момента он не был примен. По разным причинам сессии то откладывались, то не назначались. Это было сделано умышленно. Нами были предприняты попытки по обращению в прокуратуру Одинцовского района. Прокурор рассмотрел данные материалы, внес главе поселения представление о недопустимости подобного рода действий. Остается только гадать, почему глава поселения с таким упорством препятствует принятию нормального бюджета развития своего поселения. Киняев шел на выборы с большой жаждой власти и с большими обещаниями, в частности, забрать, Барвихинский Бору вернуть, там, муниципальную собственность, помочь гражданам приватизировать огороды, сараи. Значит, ну, огромное количество обещаний. Все ради того, чтобы пройти. Реально он не выполнил ни одного обещания по первому округу он избирался. А по второму округу, так сказать, дела пошли. По мнению части депутатов, причина в том, что не выполнив свои собственные обещания, глава поселения принялся мешать и тем, кто реально работает, чтобы его собственное бездействие не было так очевидно. Актив поселения все-таки провел свой совет. На нем приняли очередное обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. В нем попросили вразумить своего соратника, из-за которого богатое поселение сегодня, по сути, нищенствует. Хотя, возможно, идея о том, чтобы не было богатых, для коммунистов до сих пор актуальна. КПРФ Геннадию Зюганова